Международный день студента в Украине пришелся на карантин. ПК аудитории вузов пустуют, под окнами крики и танцы. Акцию протеста под лозунгом «Свобода и равенство» организовал один из студенческих профсоюзов возле университета Шевченко. Люди в масках олицетворяют безликие и безинициативные винтики системы. «Основными проблемами, я считаю, это безинициативность, отсутствие критического восприятия образования. Студент репродуцирует все то, что ему говорит преподаватель. Он нацелен на получение оценок, а в дальнейшем на получение диплома, а никак не знания». Молодежь призывает усилить студенческое самоуправление. «Мы вот сидим на парах, на лекциях. Мы с преподавателями вместе видим, что то, что нам преподают, это не то. Мы себя чувствуем в некой мере беспомощными, потому что есть администрация, всесильная администрация». По традиции студенты также призывают отменить плату за обучение. Про ректору университета есть, что на это ответить. «То, что ничего не стоит, то и не ценится абсолютно, с одной стороны. А с другой стороны, сегодня, к сожалению, состояние нашей экономики такое, что мы не можем обойтись без платного образования». Что думают о студенческих протестах в Министерстве образования, узнать не удалось. Здесь об этом слышат впервые и от комментариев отказались. Основная реформа образования в Украине началась в 2005-м, после принятия баллонской системы. Согласно ей, украинские дипломы в скором времени приобретут силу во всех 40 странах-участницах. С другой стороны, ужесточилась система оценивания. Теперь на результат влияет не только экзамен, но также посещаемость и промежуточные тесты. Студент мог там, как бы, ну, бывает такое, что там потерял баллы, что не доучил на маленьком этапе, а потом перед экзаменом подготовился, все выучил, все знает, он может идеально знать предмет, но он на максимум таки не сдаст этот предмет. Я за баллонскую систему, хотя изначально была против. В ней очень много плюсов есть. И в любом случае, я считаю, что если студент хочет учиться, он будет учиться с любой системой. Международный день студентов в других странах тоже ознаменовался протестами. Например, в Германии этот праздник отметили на баррикадах. NTD, Киев, Украина.